Эфир ТВ-21 продолжает деловая среда в студии Пётр Широбоков и сразу же о главном. Норникель, крупнейший мировой производитель палладии высокосортного никеля, а также крупный производитель платина и медиа, объявил аудированные и консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год. Консолидированная выручка увеличилась на 16% в год к году, составив 13,6 млрд долларов США. Произошло это за счет увеличения объемов производства всех ключевых металлов и роста цены на палладии никель. Благодаря росту выручки, а также жесткому контролю за операционными расходами, показатель EBITDA увеличился на 27% в год к году, до 7,9 млрд долларов США. Рентабельность EBITDA составила 58%. Негативное влияние на EBITDA оказали резервы в размере 190 млн долларов США, начисленные под закрытие отдельных металлургических мощностей на Кольском полуострове. В ноябре 2019 года компания провела День инвестора, на котором представила новое стратегическое видение до 2030 года с фокусом на развитие горной добычи на Таймыре, расшивку узких мест металлургических активов, а также кардинальное сокращение выбросов диоксида серы на ключевых площадках компании в Заполярном филиале и на Кольском полуострове. Норникель в ближайшие три года вложат в развитие социальной сферы Кольского заполярья больше 2 млрд рублей. Соглашение об этом было подписано между правительством региона и горно-металлургической компанией в минувшую субботу в Манчегорске. Подписи под документом поставили статс-секретарь, вице-президент компании Норникель по взаимодействию с органами власти управления Дмитрий Пристансков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В свою рабочую поездку в Манчегорск глава региона начал с посещения промышленной площадки Кольской ГМК, входящей в Норникель. Губернатор Андрей Чибис осмотрел склад готовой продукции, а затем ознакомился с новой технологией производства никеля, применение которой помогает сокращать операционные затраты и потери металла в процессе производства, повышать качество продукции и снижать воздействие на природу. Мои впечатления такие, что компания инвестирует, компания действительно выполняет свои обязательства. И вот я вживую увидел новую технологию. Не снимая спецодежды как символ объединения намерений, глава региона и статс-секретарь, вице-президент компании Норникель по взаимодействию с органами власти управления Дмитрий Пристансков поставили подписи под дополнительным соглашением к договору о сотрудничестве, который был подписан губернатором области в октябре прошлого года с президентом Норникеля Владимиром Потаниным. Мы долго выверяли перечень соответствующих проектов, он получился значительный, большой, а самое главное, очень полезный жителям нашей области. За что наши коллеги из Валерийского Никеля я хочу искренне поблагодарить. Спасибо. Более того, мы выбрали основные направления экономические, как здравоохранение, спорт, образование и культура. В частности, Андрей Владимирович сказал, мы более полумиллиарда рублей вложим в строительство нового отделения Мунчегорской городской больницы, в закупке современного нового МРТ, отдельная программа поддержки волонтерства и благотворительного социального предпринимательства. Это поддержка научно-технического развития творческой молодежи, создание профессиональных условий для роста в сфере образования. Это поддержка спорта нашего детско-юношеского хоккея с мячом на базе клуба «Мурман». Более того, для Мурманского Арктического государственного университета мы закупаем учебно-лабораторное оборудование. Договорились также о строительстве в Мурманске духовно-спортивного центра. Как раз вот наша такая общая позиция, там моя, как оператор, благотворительное, коллеги. Мурманская область, как базовый регион, заслуживает больших инвестиций в социалку. И спасибо коллегам, спасибо Владимиру Олеговичу Потанину, который говорит, да, действительно, надо Мурманскую область поддержать. Вот тот объем, который мы подписали, проект, который мы подписали, он действительно большой. В сравнении с тем, что это было, это очень серьезный рост. Но главное, что, так уж справедливость ради, это добрая воля компании. То есть вопрос наших партнерских отношений, потому что, по большому счету, за исключением налогов, компания не должна была ничего дополнительно делать. Объем инвестиций Норникеля в Мурманскую область составит 140 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств пойдет в развитие производства, но не останется без внимания и социальная сфера. Так, по соглашению в развитие спорта будет направлено более 350 миллионов, в развитие образования – 311, в развитие территории – более 1 миллиарда и 1 миллиона рублей, в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства – 56 миллионов рублей. И, конечно, здравоохранение. Инвестиции в него составят около 670 миллионов рублей. Так, в Мончегорской ЦРБ появится новый корпус, в котором будут расположены педиатрическое инфекционное отделение, а также Центр амбулаторной помощи и отделение реабилитации. Кроме того, там будет работать современный аппарат МРТ. Вот такой выдалась наша версия заметных деловых новостей недели. С вами был Петр Широбоков. Удачи в делах и хороших вам бизнес-проектов.